Всем привет! Я Анна Оськина и добро пожаловать на мой канал! В этом видео я покажу, как сделать абстрактную брошку волны из полимерной глины и низкотемпературной эмали. Поэтому оставайтесь со мной! В работе я буду использовать светло-зеленую и белую полимерную глину. Также понадобится скалка или паста машины, канцелярский нож или лезвие, рифленое лезвие, спица или моделирующий инструмент, формочка для броши, основа для броши, клей, гель жидкая пластика и низкотемпературная эмаль. В этой работе я использовала эмаль Green&Brown. До выпекания материал выглядит как порошок, а после становится красивой глянцевой поверхностью. Ссылку на магазин, где ее можно приобрести, я оставлю в описании прямо под этим видео. Беру небольшой кусочек зеленого цвета и катаю его в шарик. Лучше выбирать очень мягкую полимерную глину, чтобы к ней хорошо прилипала эмаль. Затем обсыпаю шарик разными цветами эмали. Из баночек эмаль я достаю инструментом-лопаточкой. Когда обсыпала шарик с разных сторон, катаю его в руках, чтобы эмаль хорошо прилипла к поверхности и поверхность шарика сгладилась. Приплющиваю шарик на рабочей поверхности, чтобы получился полукруглый кабошон. Сверху можно еще немножечко присыпать его эмалью, чтобы получилась более толстая, густая, глянцевая поверхность. Кладу кабошончик на фольгу, потому что к фольге низкотемпературная эмаль не прилипает. И я смогу его аккуратно снять после выпекания. Выпекаю 20 минут при температуре 120 градусов. После выпекания аккуратно снимаю кабошончик с фольги. У меня получается вот такая вот бусинка. Беру зеленую полимерную глину, тщательно ее разминаю и раскатываю в пласт толщиной примерно 3 миллиметра. Из этого пласта металлической формы вырезаю щит. Форму вы можете выбрать и любую другую, на ваше усмотрение. Делю щит на две части. И из полимерной глины той же толщины и цвета вырезаю небольшой прямоугольничек, который станет перегородкой между двумя частями щита. Хорошенечко соединяю все эти части. Необходимо, чтобы сверху на эту перегородку как раз уместился выполненный ранее кабошон. Сверху посыпаю щит разными цветами эмали. Сначала набираю большие порции эмали и насыпаю лопаточкой. Аккуратно разравниваю поверхность, чтобы она стала гладкой. Затем беру кисточку, окунаю в эмаль и немножечко смахиваю эту пудру на поверхность. Приподнимаю основу будущей броши и кладу ее на фольгу, потому что если положить на бумагу, эмаль может прилипнуть к бумаге. Сверху на перегородку вдавливаю кабошон. При выпекании эти элементы склеятся между собой. И связующим звеном станет низкотемпературная эмаль, которая расплавится под воздействием температуры. И после этого брошь можно выпекать. Выпекаю 20 минут при температуре 120 градусов. После выпекания у меня получается красивая глянцевая заготовка. Я подготовила пласт полимерной глины толщиной примерно 1 миллиметр. И этот пласт нарезаю на тоненькие рельефные полоски рифленым лезвием. Эти тоненькие полосочки накладываю на части броши. Сначала с одной стороны лишние торчащие части обрезаю лезвием, а затем и с другой стороны. В работе помогаю себе металлической спицей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В результате у меня получается вот такая брошь, которую я вновь выпекала. 20 минут при температуре 120 градусов. При выпекании эти маленькие белые перегородки утопают в эмали. Эмаль плавится и немножечко поглощает полимерную глину. Таким образом можно делать не только такие рельефные перегородки, но и любые прямые. Теперь остается только сделать основу для брошки. С обратной стороны я приклеиваю основу для броши на клей момент. Жду когда он подсохнет и затем уже закрепляю окончательно брошку нашивкой из полимерной глины. Отрезаю небольшой прямоугольничек, делаю у него небольшую выемку, как ярлычок. смазываю гелем жидкой пластикой, накладываю на основу для броши сверху, делаю небольшую прошивку металлической спицей и отправляю в духовку. Выпекаю 30 минут при температуре 120 градусов. В результате у меня получается стильная, абстрактная, асимметричная брошка волны. В этой брошке самое интересное это то, что перегородки я делала не до нанесения эмали, а после. Это интересная находка в работе с низкотемпературной эмалью, которую вы можете применять в дальнейшем, делая перегородки не только такие в виде зубчиков, но и из прямых линий, работая в технике имитации перегородчатой эмали. Я очень надеюсь, что этот мастер-класс вам понравился и оказался полезным, и вы будете применять знания, полученные в нем в своих работах. Желаю вам творческих успехов, вдохновения и прекрасного настроения. Обязательно смотрите и другие мои мастер-классы, в которых вы найдете много интересного. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. До новой встречи!